Хомуты и сварка уже не спасают. В подвале одного из домов на улице Свободы больше месяца течет водопроводная труба. И даже перманентный ремонт не может исправить ситуацию. Коммуникации здесь настолько старые, что дают течь буквально на каждом участке. Между тем, со дня новоселья до первого капитального ремонта в этом доме может пройти 80 с лишним лет, если верить соответствующей программе. Жители сомневаются, что к тому времени их пятиэтажка вообще устоит, а не будет смыта подвальным водопадом. Все аргументы выслушал Дмитрий Волгин. Этот водопад льет в подвале дома номер 29 по улице Свободы уже второй месяц. Все это время жители пишут многочисленные обращения в управляющую компанию, госжилинспекцию и даже прокуратуру, которая находится буквально в соседнем здании. Но пока жалобы ни к чему не привели. Мы вызвали бригаду, бригада приехала, сказала, мы не можем ничего заварить, надо менять полностью трубу, потому что вариться уже не к чему. Трубы сгнили. И уехала бригада, и все. На этом закончились какие-то действия. Это до счетчика, это даже до запорки, потому что перекрыть отдельно дом они не могут. Если они перекроют воду, то перекроют часть района. А это центр, это прокуратура, соседний дом, пожалуйста. Здесь администрация, все рядом, все вокруг нас находится. То есть все останутся без воды, если они это перекроют. Важно уточнить, что это абсолютно чистая, пригодная для питья вода, которая потом попадает в краны квартир. То есть пока в одних частях города люди неделями сидят без воды, здесь она уже полтора месяца просто уходит в землю. В управляющей компании признали, что длительное время не обращались в водоканал, чтобы перекрыть трубу. Они пытались устранять проблему локально, хомутами и заплатками. Сейчас же стало понятно, что этот метод не работает, и участок нужно менять целиком. Для чего уже куплены все необходимые материалы. К сожалению, труба находится в таком печальном состоянии, скажем так, на всей своей протяженности, что несмотря на установленные бандажи, труба продолжала рваться в соседних местах. Мы продолжали ее, скажем так, локально устранять, но как панацея это не сработало. На данный момент сделана заявка в Росводоканал с просьбой отключения водоснабжения в придомовой камере для возможности проведения сварочных работ и замены участка трубы. Материал уже закуплен, готов. Ждем отключения от РВК и приступаем к работе. Совпадение или нет, но воду удалось перекрыть на следующий день после нашего обращения в управляющую компанию и водоканал. Трубу сразу же отремонтировали, однако, как говорят жители, следом прорвало участок в соседнем подъезде. Вдобавок рядом уже течет канализация. Дом у нас 61-го года постройки, и за это время ни разу он капитально не ремонтировался. Жильцы сами что-то делают за счет своих сил и средств внутри своих квартир. А общедомовое имущество приходит в негодность. Трубы ржавые уже и не подлежат они какому-то такому ремонту мелкому. То есть их нужно менять. И дом об этом уже сам нам говорит и дает сигналы, что начались у нас большие проблемы именно с начала 23-го года. Я так поняла, вот то, что был у нас косметический ремонт подъезда в 2020-м, я уж не помню, в 2019-м году, то, что нам покрасили стены и заштукатурили потолок, вот это все, я думаю, на этом нам больше ничего не светит. Если судить по региональной программе капремонта, то реновация этого дома запланирована почти через 20 лет, к 2042-му. Что к этому времени останется от здания, вопрос, ответ на который понятен. Впрочем, есть вероятность, что в силу многих факторов в эту программу внесут такие корректировки, и сроки ожидания сократятся, а водопады в доме на свободы прекратятся. Продолжение следует...